Полиция назвала имя злоумышленника, который совершил накануне кровавый теракт в самом центре Лондона. Им оказался 52-летний Халид Мусуд. В результате нападения, совершенного им, скончались три человека. Несколько десятков получили ранения. Подробнее о расследовании произошедшего теракта нам рассказал находящийся в Лондоне специальный корреспондент CBC Азер Халилов. Буквально несколько минут назад полиция Лондона назвала имя террориста, нападавшего вчера на здание парламента, в ходе которого был убит полицейский. Это 52-летний Халид Мусуд. Это гражданин Британии. Он родился в Кенте. И как сегодня в своем выступлении в парламенте заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мей, он и раньше был в центре внимания правоохранительных сил в связи с экстремистской деятельностью. Однако против него никогда не было выдвинуто обвинение в террористической деятельности. Известно также, что на сегодняшний день были произведены обыски по шести адресам в Лондоне и Бирмингами, а также в некоторых других городах Великобритании, в ходе которых были арестованы 8 человек. Их имена не разглашаются, однако известно то, что четверо из этих восьми были арестованы в Бирмингами. В настоящее время 7 человек находятся в тяжелом состоянии в больнице. Это из числа тех, кто был ранен в ходе вчерашнего террористического нападения на здание парламента. А всего за помощью обратились 29 человек. Среди них есть граждане Франции, Румынии, Южной Кореи, Китая и некоторых других стран. Также сегодня было оглашено и имя одного из погибших. Это турист из Соединенных Штатов Курт Конкерн. В ходе своего выступления в парламенте Тереза Мей заявила, что уровень безопасности в Великобритании, уровень аларма, как называется, не будет повышен. Однако меры по безопасности будут ужесточены. Как в охране государственных зданий, в том числе и парламента, так и в смысле охраны основных стратегических объектов, таких как транспортные узлы, другие объекты жизнедеятельности Великобритании. В настоящее время движение транспорта по Вестминстерскому мосту, с которого и началось вчерашнее нападение, восстановлено. Открыт Вестминстер и для посещения туристов. Нормальная жизнь в столице Британии практически восстановлена. Туристы могут свободно проходить на территорию Вестминстера. Даже по телевизору показывают, как они снимают селфи. Есть и среди посещающих, посетителей Вестминстерского комплекса и туристы, и те, кто хочет отдать дань памяти тем, кто погиб вчера, подвергшись нападению террориста. Британские власти расценили вчерашнее нападение на парламент как террористический акт. Тереземей во время своего выступления в парламенте назвала этот акт зловещим и ужасающим актом против человечности. И она отметила, что, скорее всего, те, кто планировал это террористическое действие, они, скорее всего, планировали ответные меры и ужесточение внутренних мер безопасности в Британии в смысле ограничения свобод. Но, как отметил премьер-министр Британии, они, то есть террористы, не достигнут своих целей. Никаких ограничений на свободы и права граждан Британии не будут применены. И та цель, которая преследовалась злоумышленниками, то есть раскол, внесение раскола в британское общество, разделение его по религиозному и этническому признаку не произойдет. Сегодня по бакинскому времени в 10 часов вечера, уже буквально через час, общественность Британии, главным образом столица Британии, соберется на Трафалгарской площади для поминовения павших вчера во время террористического акта. Будут зажжены свечи, там соберутся также и представители конфессий, религиозных конфессий в Великобритании. Ожидается и участие в этой церемонии представителей дипломатических представительств, которые находятся в Лондоне. В целом, жизнь в Лондоне, нормальная жизнь в Лондоне восстановлена. Работают все виды транспорта. Люди свободно передвигаются не только по, как говорится, основным частям города, но и в центре Лондона, также в том непосредственном месте, где вчера произошло это ужасающее событие. Работают все магазины, супермаркеты. Ну, конечно же, люди в связи с тем, что произошло вчера, вспоминают и события 12-летней давности, когда впервые на территории Британии, на британской земле, произошло кровавое событие, террористический акт 7 июля 2005 года, унесший жизни 52-х человек. И все в Лондоне сейчас говорят о том, что необходимо объединиться перед лицом угрозы, которая нависла не только над жителями Британии и Европы, но и вообще, говоря, над прогрессивным человечеством в лице так называемого исламского государства. Расследование этого дела продолжается, сообщается, что будут произведены обыски и полицейские риды и в некоторых других городах Великобритании, для того, чтобы выявить, есть ли сеть так называемого исламского государства или же других террористических организаций в Британии, и чтобы выявить планы, которые они начертали или собираются претворить в жизни в смысле проведения иных новых террористических актов, представляющих угрозу для населения Британии.